всем привет кошечки и зайчики девочки мальчики с вами я ангелина всем доброе утро прекрасное доброе утро решила с вами позавтракать садитесь тоже завтракайте всем приятного аппетита кто будет завтракать вместе со мной у меня сегодня такой вкусненький вкусненький завтрак яичница с лучком зеленым посыпала два яйца сосисочки такие маленькие потом порезала авокадо моя любовь ван love вообще обожаю авокадо нашла в холодильнике завалялась одна штука хорошо что я его нашла а то бы испортилась и выкинула помидорка копченый сыр порезала у меня муж вообще обожает вот этот копченый сыр он частенько покупает его а я как-то ну бывает хочется вот бывает нет они скажут что я любитель но нравится тоже иногда покушать можно вот еще вот такой меня творожный сыр мус прованс купила недавно его в маяке в магазине типа светофор магазин есть он там кстати президент фирма стоил вообще недорого что-то 56 рублей что ли попробуем с вами у меня черный хлебушек сюда не поместился чай в общем давайте приступим а потом поговорим так сначала я сделаю наверное бутербродик берем хлеб попробую с этим сыром творожным наверное будет вкусно сверху помидорку положить вообще вообще я люблю авокадо делать бутербродики именно вот авокадо и помидор мне нравится ну попробуем сыр с помидоркой с помидоркой вообще еще бы чесночка было бы вообще офигенно ну-ка сыр отдельно попробую он такой воздушный прям крем мусс вкусный у кого есть маяк приходите в магазин посмотрите кстати ну дешевле чем в магазинах президент это фирма дорогая довольно таки вот вкусная штучка очень даже я голодная как волк с утра что-то хотя время у нас пол одиннадцатого даже в башкирии то время московская то на два часа назад у нас вперед сосисочки такие небольшие это велико узкие сосиски на последние разы брала магните по скидке там целом большая упаковка не маленькие упаковки прямо такая упаковка где-то 149 рублей скидка у нас было так яишенка класс у нас сегодня дорогие мои в башкирии опять праздничный день поздравляю всех мусульман с их них про праздник называется вот и у нас выходной день сегодня короче не успели после 10 дней и опять праздник хотя я не мусульманка но почитала немного об этом празднике но я знала так примерно что мусульман же весь месяц был рамадан вот этот вот месяц они соблюдали пост строгий кушать же можно было только после захода солнца и некоторые даже воду не пьют пока солнце не зайдет очень как строго вот к этому относится но не все конечно а у раза байрам это все выход вот этот вот как пост кончился рамадан получается празднуют кушают приходят родные друзья соседи в общем всех угощают в общем веселятся так желточек и блин чуть-чуть пережарила люблю когда вообще жидкий желток я вот это хотел сказать что вот недавно когда была на похоронах там пришел мужчина он короче мусульманин вот но он бывший он сосед был у бабы шуры вот это бабушки и получается то мама его знала и бабушку в общем и жил жил он там много лет как бы соседями были он мусульманин вот я вообще просто офигела во первых он ему 50 лет он так выглядит молодо прям вот знаете ни одной морщинки такая гладкая кожа у него и так интересно он разговаривает он такие узнаете речи выдвигал такой прям вот он пост держал он просто сидел все кушали считают на похоронах столовой он держит пост и ему вообще нельзя он ничего даже его воду даже не не пьет ну и он рассказывал же жил раньше в городе а сейчас в поселке живет у него трое дочерей и играет участвует недавно что годик как год назад родился сын у него ну в 50 лет так нифига себе думаем а он такой говорит ну я говорит сказал своим дочерям уже взрослый год кто вот у него дочери не все конечно но это говорит пока вы мне внука не родите буду сам стараться вот мужик и короче сын родился у него просто удивляюсь это так выглядеть не знаю может может гены как бы а может это что живет за городом все-таки свое хозяйство там у него я даже не знаю чем он занимается авокадо прям вообще раньше кстати авокадо я не понимала его вкусу мне казался каким-то безвкусным а потом распробовала блин это просто вообще вкуснятина в общем такой вот мужчина интересны меня кстати у мужа на работе много раньше вот он работал когда в самаре много мусульман было вот и даже вот но он относился он работал как получается он же в бурении работает и работал бурильщиком муж когда-то когда у них от молитвы или всем тебя отпускал как бы с пониманием относился к этому делу вообще интересно вот у меня соседка была они переехали они тоже мусульмане но они не придерживаются посту но башкиры они с мужем и всегда удивляло то что на праздниках день рождения вот у кого у нее там или мужу ли у детей у нее у них родственники приходят она не приглашала да не такие дружные не знаю приятные такие люди они прям знаете друг за друг за друга и они так помогают они у меня соседка она ну как бы насчет готовки она как бы плохо готовит и там не умеет много что делать всегда день рождения же надо стол накрывать и приходила получается заловка ее свекровь они готовили нас накрывали на стол в общем всегда помогали не знаем она еще жаловалась на свекровь что там типа мало внимания и детям уделяют в общем как то так я говорю стучок не знаю них вообще видимо принято так что родственники как-то все равно друг за друга помогают ну по крайней мере я вот увидела такое отношение не знаю может и бывают такие семьи где тоже ругаются и там между родственниками какая-то там рубль в общем молодцы они погода у нас солнце он жарит палит сегодня 17 градусов 1827 обещают на солнце все 35 будет так что башкири у нас выходной пережарил чуть-чуть яичницу ну что ну сыр вообще вкусненький прям прям нежный такой надо еще купить авокадики как я люблю вкусно сейчас он у отца проблемы же это он же у меня на второй группе инвалидности по сердцу у него еще сахарный диабет ну как такой прям прогрессирующий но следит за сахаром в общем и колени у него больны ну короче получается вот где колено нет жидкости вот этой которые они трутся получать с кости друг от друга ему тяжело ходить он вообще далеко никуда не ходит вообще редко когда выходит так может подъезду выйти в общем проблема это давно было и вот сейчас все таки решилась мама там с ним короче к ортопеду в общем назначили сейчас проходить будет медкомиссию надо ехать в уфу и будут назначать операцию ему не знаю или в уфе или в чебоксарах делать в общем менять коленный сустав сначала что на одной ноге потом после реабилитации на 2 на матчок вообще гору ходить на рыбалку сейчас недавно съездил с братом с моим наловили конечно россии вот таких у меня он холодильнике лежат надо пожарить сегодня карасей они крупные сладенькие вкусные мы с сыном любители рыбы не знаю мне муж не ест личную рыбу ну даша может покушать там ребрышки и даю чтоб без костей в общем с рыбалки приехал прям ноги отекли тяжело ему в общем сейчас жара начинает все равно вот это на ногах на рыбалке вообще там сидишь ну и ходишь все-таки дома он больше всего как-то лежит в общем родители стареют то одно то другое хороший завтрак я вам сегодня сварила уже картошку яйца хочу окрошку сделать вчера купили редиску вас за крошкой только с классами нам нравится так ладно съем авокадо и помидорку все наелать так вот сделаем в общем уж делая крошку у меня вчера в комментариях спросила девушка забыла всех же не упомнишь в общем спрашивает ну она я сказал что я же башки режу и короче это она спросила выгод на по национальности кто и типа акцент чувствуется не не там ну не знаю я вот когда когда жила на севере да когда в коме мы жили прижала сюда когда салават башкирию мне все говоришь какой-то акцент у тебя северный по ходу потому что на севере свой какой-то вот есть уже акцент видимо здесь живешь когда в башкирии уже какой-то другой акцент становится хотя у меня мама папа русские я и обиду я не написала ответила вот может то что ой здесь живешь уже становится такой акцент горят живут у меня даже муж когда ездил по молодости еще они ездили в краснодар к тетке его и они там были сколько-то и он шокоть начал тоже как как там вот акцент у него такой стал в общем краснодарский так что где живешь там и наберешься как говорится всего ну все ладненько спасибо по побыли со мной всем благодарна за лайки за дизлайки всем спасибо за комментарий всех еще раз мусульман с праздником чайку попьем ваше здоровье ладненько будем прощаться всех люблю целую всем до скорой встречи пока пока